Глава пропавшей без вести На рассвете, пробравшись в мансарду под крышей синагоги Пекиина, дочь его не нашла там ни мужа, ни сына. Только веточка оливы, как напоминание о горечи жизни, о горькой участи тех, кто выбрал самостоятельный путь мышления и развития, о тех, кто не пожелал смешаться с толпой и разделять с ней ее заблуждения, горькая веточка маслины валялась на полу. «О, Шимон! О, Элазар!» — вскричала женщина, падая ниц. По двору синагоги, брецая оружием, уже топтались десятки римских солдат. «Именем императора!» — ее схватили за плечо и грубо подняли, встряхнув. Веточка оливы была растоптана сапожком Катурном, знатного посланника, который совал ей под нос некий документ. «Республика требует выдачи твоего мужа, изменника Симеона!» Арест должен был производиться по закону, соблюдением процедурных требований. Ей было представлено обвинение. Кто-то из местных переводил на древнееврейский язык и текст документа и вопросы офицера. Она довольно долго водила их за нос, то неверно называя свое имя, то всплескивая руками и клянясь, что вот сейчас, разумеется, муж явится на молитву, и они смогут сами его обо всем расспросить. И что, конечно же, это простое недоразумение, лживый навет. Наверняка кто-то из оппонентов в ученом споре позавидовал остроумию ее мужа и сделал его объектом преследования со стороны благородной Римской республики. За ее мужем сразу же снарядили погоню, а ее продолжали стеречь двое римских солдат. Она предложила им угощение. «Вот, возьмите в свертке такие вкусные лакомства!» Солдаты и вправду были голодны. Их рано разбудили и погнали из гарнизона. Они с удовольствием отведали пирогов, предназначенных Ражбе и его сыну. Она думала, муж умеет наводить огненную завесу. Он владеет силами. Но захочет ли? Ведь Акива, учитель его, не пожелал чудесным образом избавляться от мучителей. О, как дивно и страшно было глядеть на огонь, которым он окружал себя порой во времена углубленного изучения Торы. Она вспомнила о полыхании огня. Изображение пламени укропнилось, и она потеряла сознание. «Отнесите ее домой», — сказал вернувшись офицер. «Да что вы тут жуете, животные? Жрете пироги при исполнении служебных обязанностей?» Он раздавал им затыченные подзатыльники. Когда стражи порядка вынесли женщину, офицер и сам решил попробовать, что там было в этом свертке. Он съел булочку и остался весьма доволен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok